Этот гектар земли под Олексином сегодня крупнейшая площадка для переговоров. На день поля 2017 сельхозпроизводители из Тулы и соседних регионов едут, чтобы наладить контакты, найти партнеров и заявить о себе. Для Анатолия Хижника этот праздник шанс рассказать о своем новом для Тулы продукте – живом хлебе. Инженер по образованию, он работал на промышленном предприятии, но мечтал поставлять на прилавке выпечку. Такую, чтобы по вкусу была как деревенская, только полезнее и дешевле. В итоге появился хлеб, который не содержит дрожжей и готовится из зерен пророщенной пшеницы. Выпекать его начали две недели назад. Я сам сторонник белокийских чистых продуктов, во-первых. Во-вторых, я хорошо понимаю, что эту идею, если донести до людей, то они будут потреблять живые витамины, живой хлеб, который полезен, мочит полезен. Пшеницу для производства хлеба выращивают на полях в Тульской области. Но сельхозпроизводители сильно зависят от погоды. Из-за дождей осенью 2016 года часть урожая пострадала. Тогда в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. В этом году посевную площадь увеличили. 867 тысяч гектаров, а это на 43,5 тысячи гектаров больше, чем в прошлом. Сейчас аграрии ждут компенсации из федерального бюджета. Мы со своей стороны поверьте, и я думаю, вы это знаете, делаем все для того, чтобы компенсировать те убытки, которые вы понесли. Мы даже пошли на определенные вещи на уровне федеральном, поменяли федеральный закон для того, чтобы компенсация, которая должна быть, была восстановлена. Я надеюсь, все наши потуги, наша работа в этом направлении увенчаются успехом. Над тем, чтобы ситуация не повторилась, работают ученые. Агрохимическая компания «Еврохим» – один из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений. На стендах представлен новый продукт. Водорастворимые удобрения используют для полива растений. Они позволяют увеличить урожайность даже при сложных погодных условиях. Повлиять на погоду не можем, но как раз наши технологии позволяют получать больший результат даже в нестандартных климатических условиях, с нестандартной погодой. Да, действительно, частично защитить свои посевы и получить наиболее хороший результат позволит наши технологии. На выставке представлены и образцы сельскохозяйственной техники – комбайны, культиваторы, тракторы и комплектующие. За руль одной из отечественных машин садится губернатор Алексей Дюмин. Этот комбайн сегодня лидер на рынке. Топливо он тратит меньше, чем роторный. При этом менее капризный и не боится влаги. Удобное очень в управлении. Тихо, тихо в кабине. И тихо. Такое ощущение, что в космическом аппарате находимся. На стендах тульские продукты. Как новые, так и уже хорошо знакомые, ставшие визитной карточкой региона. На столах молоко, сыр, мед, пряники, пастила. День пули традиционно проводят в начале июля, когда сев уже закончился, а сбор урожая еще не начался. В этот раз он проходит на базе одного из хозяйств. Здесь выращивают страусов, павлинов и даже фламинго. Посмотреть на птиц и посетить выставку приехали и ребята из Головеньковского дома-интерната. Своими впечатлениями ребята решили поделиться с губернатором. Понравился вам здесь? Да! Правда вы бывший вояк? Военный. Ну почему бывших? Бывших не бывает. Военный. Праздник с пользой. Так об этом дне говорят аграрии. Сельхозпроизводители обмениваются контактами и разъезжаются, чтобы уже завтра продолжить работу. Любовь Зиконкова, Роман Тюкин, Первый Тульский.